так 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 всем привет и пришел ко мне очередной телефон из поднебесной риф из китая вот пришел к нам nokia 8600 я конечно же извиняйте упаковочку распаковал ну так уж получить в принципе внутри у нас ничего особенного нету тут как всегда зарядка наушники там usb кабель у нас какая-то резиночка волосы наверно что ли кому-то под этот самый хвостик завязывать так телефон конечно и ману собственно коробка и вот эта штука больше здесь ничего нет собственно вот сам телефон у нас вот такой вот пришел вот здесь у пленочках что очень очень есть хорошо пленочке конечно так себе сидят но ничего пойдет вот собственно такие снимать я их не буду так что извините и кстати проверять я как он звонит тоже не буду потому что это не мой телефон и лайфреймер должен быть на нуле что вот такой вот нас аппарат сейчас посмотрим внешний вид внешний вид внешний вид у него в принципе не хлоп пленки к сожалению тоже не могу снять поэтому ну как то как то так посмотрим его что он из себя представляет сейчас мы включим единственное что нам удохался с этим телефоном чуть-чуть потому что у него как оказывается дохлая зарядка была я думал дохлая батарея поехал батарею купил вот значит на рынке проверял вроде нормально работала приехал домой блин не работает думаю то что ж такое непорядок какой-то кнопочки все у нас работают непорядок какой-то что за фигня короче помудохался помудохался поехал купил зарядку и вуаля дело так зарядки еще дома я проверял получается на леновскую зарядку нормально все заряжает все без проблем вообще идет родная зарядка чуть-чуть главное здесь родная зарядка не работает а подключая на другой телефон там работает видимо то есть клемма как-то по-разному стоят там решаю не пойму вот эти китайские зарядки ужасные в общем у них проблема вечно то есть сами телефоны нормально приходят в основном да там у 90 процентов вот а зарядки и комплектующие порой бывают ну как-то не очень вот и была такая проблема еще с батарейками допустим когда батарейка могут клеммы плохо прижиматься к контактам вот и телефон может не заряжаться то есть надо просто поджать клеммы а бывает такое же просто дохлая батарея и поэтому не заряжается батарея надо менять поэтому если получаете такие аппаратики не паникуйте сначала проверьте потом уже принимайте решение во всяком случае у меня здесь была дохлая зарядка но не дохлая она как бы принципе она фактически она работает но здесь она не работает пришлось зарядками но слава богу зарядка недорогая всего лишь два бакса стоит так что это не есть проблема вот такой вот у нас аппаратик здесь у нас все на русском языке все отлично все работает а где наша камера интересно камеру может включить посмотреть хотя с камерой тут как-то тут по-моему два мегапикселя всего лишь очень очень мало посмотрим что нам тут китайцы ничего не напихали лишнего всяких там фотографий как они любят этого получаешь телефона там фоток целая куча китайцы там у себя мастерской по нафотку и всяких предметов так ну тут все нормально все чистенький телефончик все замечательно работает зарядка работает батареи рабочие все отлично механизм тоже нормально функционирует собственно телефон хорош вот с этими телефонами кстати никогда проблем особо-то и не было кроме комплектующих конечно вот то есть самый надежный у китайцев рефы это 8600 потом 6700 nokia е-52 е-72 е-71 вот самые проблемные телефоны это у нас был 8800 это там просто пипец там во первых сборка ужаснейшая просто невероятно там тут по бокам там такие щели у них прям ну вообще я не знаю как можно и стоит они прин таких бабок там прямо по 200 по 280 баксов продают рефы то есть мы перестали их покупать вообще потому что ну качество оставляет желать лучшего реально вот а 8600 проблем никогда по этой части не было всегда отличная сборка была вот не считая там каких-то проблем с батарейками но это такое то есть это вообще как бы я считаю не особо то и проблема батарею поменять не проблема даже те же наушники там еще что-то зарядка там дает это так это не есть проблема другое дело если бы здесь видите немножко как бы что тогда кривовато как-то у них тут получилось что я могу сказать я только заметил вот эту фигню кстати говорю на камерах ты не обращал внимание по ходу там по ходу там просто что-то мешает наверное да скорее всего где-то неправильно поставили и там или защелку не попали еще что-то но это разбирать надо смотреть собственно разбирать и наверное не буду в общем не не столь скажем так критично это не не такая большая проблема на наш телефон рабочий как бы да и вообще эта штука она особо не заметно поэтому как бы так вообще нормально выглядит ничего страшного вот так что вот такие делишки китайцы эти вечно всякие подливы делают но мы как-то выкручиваемся я скорее всего в защелку не попали поэтому она вот так вот выпирает тут скорее всего здесь я не ошибаюсь по моему а тут же на болтах она держится вот эта крышка короче эту можно по моему пальчиками снять там поддеть можно вот там или или здесь или здесь я уже не помню короче я разбирал там надо придавливать чтобы из защелок спазиков там повылазили эти самые штучки такие она мне на не на болтах держится в принципе внутри там еще тоже особого такого нету ну металл понятное дело он кстати увесистый такой там металлическая рама есть внутри он довольно тяжелый этот телефончик и кстати по звуку телефон этот нормальное звучание хорошее вот полифонического динамика но это это же nokia я вот не понимаю почему в новые телефоны такие динамики не ставят как разоварные так и полифонические в современные телефоны не ставят но это просто капец какой-то ладно старый телефон берешь что же допустим nokia 6700 так там вообще там же звук просто офигительный вот и когда разовариваешь по телефону собеседника отлично слышишь и тебя тоже слышат просто супер сны почему в новые телефоны такие динамики не ставят и микрофона я не знаю то есть экономит наверное сволочи хотя что там блин ну поставьте блин там ну пусть будет там на 10 20 баксов дороже стоит телефон да но зато качественные комплектующие будут реально без всяких там проблем а то у меня допустим тот же asus был то он очень сильно уступал по качеству динамиков старым телефоном и не только asus кстати говоря очень многие современные аппараты уступают хотя хотя эти же телефоны типа как премиального класса были все дела поэтому наверное в них и ставили довольно таки дорогие микрофоны как я думаю может быть они недорогие хотя мне кажется да скорее всего они дешевые судя те же айфоны допустим которые изготавливают на фоксконе их себестоимость там вообще копейки выходят а дерут за них такие бабки баснослованы ну во всяком случае мы как бы это рассуждение точно я не знаю поэтому могу только догадываться сколько она все там стоит но единственное что я могу отдельное комплектующие посмотреть на аппараты да на алиэкспрессе то есть и соответственно сделать какой-то вывод по цене то есть а так как я вижу там комплектующие в принципе они не очень-то и дорогие то есть не сказал уж там дорого те же шлейфы допустим тоже они там 5 7 10 долларов стоит то есть не дом не такие еще и цены большие вот те же микрофоны динамики тоже недорогие исходя из этого можно рассуждать о том что с нас сдирают в 3 дорого за телефончики сам телефон допустим по себестоимости выходит к примеру 50 долларов до чтобы его сделать хотя если взять блэквив а 7 ему подобные аппараты дешевые которые стоят в розницу по 50 баксов сколько же себестоимость изготовления еще 10 долларов что ли это просто випец какой-то там наценки невероятно короче вот такого нас обзорчик был так что ставим лайки подписываемся если этим новые видео получать я буду для вас это дело заказывать и снимать на видео всем спасибо пока